Экономическая рубрика сегодня ведет Роман Андрягин. Здравствуй. Привет. О чем расскажешь? Расскажу о церемонии Оскара. Все мы слышали об этом событии, которое недавно пронеслось по нашим телеканалам, по зарубежным телеканалам, в первую очередь по нашим, наверное, частично по каким-то. К сожалению, лента Левиафан Андрея Звягинцева, она не получила наград, хотя очень ожидаемо было. Но поговорим мы сегодня не об этом, а поговорим мы об экономической стороне кинопремии. На самом деле, Оскар – это, скажем так, такое же дело, такой же бизнес, как и какой-то любой другой. Начнем с затрат. Дело в том, что проведение церемонии требует гигантских настоящих затрат. Например, красная ковровая дорожка знаменитой длиной 500 метров, которая живет всего в две церемонии, то есть, каждую вторую церемонию ее уничтожают, частично распродают, стоит около 25 тысяч долларов. Конверты для карточек с именами победителей, которые делают вручную, и на изготовление одного конверта уходит, вдумайся, более 110 часов, делается один конверт. Каждый конверт стоит 200 долларов, и того 19 тысяч 200 долларов получается на одну церемонию. Хочу заметить, что конверты делают специально большими, чтобы они не могли поместиться в карман или в сумочку, чтобы... Чтобы ее несли. Ну, журналисты это оправдывают тем, которые следят за этой церемонией, что это делается для того, чтобы победитель всегда был не только со стуэткой, но и с конвертом. Ну, наверное, это как-то может хорошо смотрится, большой белый конверт со смокингом, не знаю. Сама статуэтка, ну, это, конечно, не чистое золото, а сплав овова со свинцом, покрытый несколькими металлами, в том числе серебром и 24-каратным золотом. Стоимость их зависит от стоимости золота, от 500 до 900 долларов за штуку, в отличие от курса золота. Всего 35 тысяч долларов на одну церемонию. Ежегодно делают 50 статуэток. Номинаций всего 24, но 50 делают, потому что, ты сам знаешь, бывают случаи, когда несколько номинантов делят одну статуэтку. То есть, когда Академия по какой-то причине не смогла вырубить победителя. То есть, раздают всем. Ну, всем не всем, но достается многим. На самом деле, продать статуэтку не получится, потому что Академия обязывает тех, кто ее получает, перед продажей, в первую очередь, предложить ее организаторам за символическую стоимость в 1 доллар. Хотя, это правило было введено в 1950 году, если не ошибаюсь. И те статуэтки, которые были получены до этого времени, они свободны, насколько я знаю, гуляют по рынку. И вот за одну из них не так давно, одна из них была приобретена за 150 тысяч долларов. Наверное, неплохо. Те, кто не получил статуэтку, могут не очень сильно расстраиваться, потому что их ждут утешительные призы. На этой киноакадемии в этом году потратят 125 тысяч долларов. Вот Андрей Звягинцев наверняка привез что-то утешительное из Лос-Анджелеса. В список утешительных призов входит сертификат на восстановление волос, СПА-процедуры, путешествия. Да, хирургическое восстановление волос, эксклюзивное ожерелье, И даже такие эксклюзивные вещи, как годовой запас корма и товар интимного назначения. Корма какого, я имею в виду? Корма для животных. А, для животных. И даже товар интимного назначения, называть его не буду. Не называй. Аренда лимузинов – это 1,7 миллионов долларов. То есть, огромная сумма охраны – 250 тысяч долларов. Губернаторский ужин на 1600 гостей – 1,8 миллионов долларов. Кстати, главное угощение – там шоколадные фигурки Оскара, покрытые 24-каратным золотом. Не сообщается, надо ли кушать золото вместе с фигурками, или как-то в тарелочке, может, очищать надо отдельно. На самом деле, это только губернаторский ужин, только одна из вечеринок, которая проводится приурочена к церемонии. Называется сумма, что на все вечеринки тратится – 150 миллионов долларов. Шампанское – 90 тысяч долларов, цветы – около 1 миллиона долларов. На самом деле, расходы на церемонию растут. Я вот тут посмотрел, сверил некоторые данные за прошлые годы и за год 2015. И вот по ним в полтора-два раза растут расходы на церемонию. Но церемония – это не только расходы, как я уже говорил в самом начале, это и доходы. То есть, на этом неплохо зарабатывают. В прошлом году организаторы выручили почти 90 миллионов долларов на доходах от проведения церемонии. Большая часть из этих денег – это продажа прав на трансляцию церемонии в эфире. Причем получает деньги и бюджет города Лос-Анджелеса, где проводится церемония. По информации СМИ он получил 130 миллионов долларов в прошлом году. сообщает, что 30-секундный ролик во время проведения церемонии стоит… Ну, вот это данные уже устаревшие, наверняка сейчас они выше. От полутора до 1,7 миллионов долларов. То есть, кто-то готов потратить полтора-два миллиона долларов на то, чтобы разрекламировать… Какую-нибудь «Ладу Калину». «Ладу Калину» вряд ли. Еще хочу добавить, что на самом-то деле, несмотря на такие оптимистические цифры доходов, дело в том, что популярность трансляции церемоний падает. Если в прошлом, если несколько лет назад сообщалось о том, что аудитория телезрителей «Оскар» – это более 40 миллионов человек, то вот буквально свежие данные сегодня их обнаружил, что сейчас количество просмотров падает вот в этом году на 16% по сравнению с прошлым годом. И сейчас, по сравнению с цифрами семилетней давности, аудитория составляет только 36 миллионов человек. То есть, по всей виду, стали зарабатывать… Я вот для себя вынес, что они там жируют, эти американцы, а у нас гречка дорожает. Спасибо. У нас в гостях был Роман Дрякин, это была рубрика «Экономика».